Лучший магазин видеоигр был, есть и будет! Быстрый как молния! Надёжный как скала! Дешёвый как печенье! А ещё здесь можно продавать, ведь это ещё и торговая площадка! Запомни! G2A.com Лучший магазин видеоигр был, есть и будет! Субтитры создавал DimaTorzok ИспортBets.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте Кто сделает фортплат? Кто заберёт первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги Чем больше ставок, тем больше бонусов Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов ИспортBets.com Живой азарт и холодный расчёт Ну что же, всем добрый день, дорогие друзья С вами StarLadderTV С вами Няшхарт и Колт и Тил Мы на 12-м, господи Мы на 12-м сезоне StarLadder Сия-дивизиончик Ехом Малайзия против Минески Первая, Боу-3 На сегодняшний день Группа А Последний первый день в этой группе А Ну и Хом Малайзия пока что выигрывает 1-0 А меня что-то вот всё тянет на наш 11-й сезон StarLadder Я уже второй раз так говорю Потому что у нас по-прежнему 11-й сезон Ну нет, на самом деле я вас обманываю У нас уже действительно 12-й 12-й прошёл уже Там сколько у нас, 8 игровых дней Или 7 игровых дней примерно Действительно очень много времени мы уже отыграли И пока что отыгрываем довольно интересно По новому формату По групповым стадиям А не круговую Играем в 16 команд, допустим, в Европе Мы играем в каждой группе 4 команды Я думаю, вы это уже прекрасно поняли И теперь, конечно, интересно Кто же у нас выйдет, кто останется Кто с кем будет играть Здесь гораздо интереснее стало И, ну, как-то новые форматы Всегда это круто, на самом деле Интрига просто раньше появляется Да Ну, а в этом матче интрига у нас, по сути, тоже есть Интересный драфт На ваших экранах вы видите, что Ио Бристлбек Себя третьим, четвёртым пиком забрали Менески Но, как только Ио появился Муши тоже сообразил, что как-то от Ио надо защититься Взял от себя довольно-таки неплохого саппорта Который позволяет это сделать Дизраптор Ну, в принципе, нужен был второй саппорт Так что сейчас ничего не прогадали Ещё и клакверка вот так вот, если что, закрывать Окей Так что, в принципе, их ум Ну, более-менее будут защищены Но, однако, более или менее Мы сможем узнать только по ходу игры И не всегда Ну, не всегда Дизраптор – это панацея Против Ио Потому что Ио не обязательно прилетать в файт Он может просто начинать его на ровном месте Подошли к тавру и дерётесь Тогда уже глимсы, не глимсы С этих штормой оно всё может и не зарешать Да, конечно, когда Ио там с Брисом залетают неожиданно вам в спину То можно их словить на этом Во-первых, кстати, их шторм поставить Во-вторых, там кого-то вернуть Но битвы могут проходить и по-другому сценарию Но тут у Минески более такой агрессивный пик Сейчас по сравнению с первой игрой Потому что у них сейчас и Брис, и Акс И Ио, к тому же И намеренные они как-то вот Ехоум шатать Или не намеренные? Намеренные, намеренные Действительно, намеренные Но Минески послабже всё-таки будут И в личном скилле, и в командной игре Ехоум Малайзия там Такой вот прям звёздный-звёздный действительно состав И муж, и Кухай, и Джонни И с Джонни Ревенш Единственный, по-моему, кто играл в этой команде Так что Джонни сейчас действительно С очень хорошим составом И Ахайо здесь есть Все игроки довольно С высоким личным скиллом Все игроки прекрасно опытные И, естественно, естественно Могут побороться С лучшими коллективами мира Минески, к сожалению, таким коллективом не являются Поэтому я считаю, что Минески действительно здесь повслабже будут Ну и забирают они сейчас себе Нагу Нага, я так понимаю, будет в мид Давно я не видел эту Нагу в мидлейне И мне очень, на самом деле, интересно посмотреть Что же эта Нага сможет противопоставить Троллю Противопоставить вообще всей команде Ехом Ну и посмотрим, что сейчас за герой Будет у Ехом Малайзии в мидлейне Ну, они должны хорошо подумать Потому что пик у Минески все-таки Если по всем там скиллам они проигрывают По опыту тоже проигрывают То, как минимум, можно хотя бы в пике выиграть И выигрышный пик, ну, почти как-то поможет вам Ну, если не выиграть, то держаться на равных Ну и какое-то время оказывать сопротивление Нага вот тоже, да, действительно хорошая В прошлый раз играли с Лансером Видим, какая-то любовь у Минески К иллюзорным героям Ну, вот Нага, конечно, будет посильнее Лансера в пуше Но зато послабее в файте Однако Слушай, а ведь Нага тоже может себе и диффуза Со Скади собрать Ну, обычно же Наги там Тараски собирают Ну, может, может диффуза со Скади собрать Только иллюзии Скади не будут убить Ну, это да, это вот самая большая проблема А все-таки Ух ты, и Death Profit Вот так вот Ну, по-моему, хорошо придумали По-моему, хорошо придумали Единственное, что, знаете, вот насчет Наги Может быть Такой будет момент в игре, когда Ну, как обычно Наги играют Они там очень долго формят на свой радианс Если они там до 15 минут его выносят Это вообще круто Но потом они заполняют собой просто всю карту И вот как Тинкер не дают фармить своим тиммейтам То есть везде просто это Нага Куда ни посмотри В лесах Нага На линиях Нага Там, не знаю, на Рошанах Нага Нага во вражеских лесах Нага во всех лесах И просто слишком много Наги Вот, чтобы не было Потому что и Бристу, и Аксу Там тоже нужны какие-то артефакты И фар Да, если начальные какие-то там артефакты Они, допустим, вынесут Там по дайгеру, грубо говоря Ну, если у Акс там дайгер У Бриста там вангвард То потом тоже надо наращивать Будет мощь Тоже надо будет наращивать броню А если Нага там все будет забирать То, конечно, это будет делать сложно Но посмотрим, посмотрим Потому что все-таки вот давно На самом деле Баншу я тоже давно не видел Я не знаю, ты давно видел Баншу? Ну, я вчера видел Баншу, по-моему А, вот так вот Что такое? А я вот не видел давно И что? Банша что, сильно как-то поменялась? Да нет, конечно Нет, конечно Тот же самый герой, что и был раньше Просто кто-то на нем умеет более правильно играть Кто-то наоборот Если Баншу бьются То Баншу бесполезно Банше нужна команда Как бы, да? Вот все говорят Ого, Банша, это же такое Может прям все, ультимейт включил, вышку спушил Нет, Банше действительно нужна очень хорошая команда И Банше нечем зацепить Да, как бы Ну, там ветра даже появится Не особо тушит зацеп Там ни одного стана И Саленс, конечно, да Это здорово Но дэмэдж у нее не Прям какой-то действительно быстрый, да Там дэмэдж А она, ну, такой замедлительный Он там покусывает Она где-то бегает Пытается кого-то убить Ей нужна команда Ей действительно просто нужна команда Чтобы кто-то цеплял Кто-то держал Здесь есть такие герои Здесь есть и Дизраптор И Рубик И Клакверк Здесь Банше помощи будет достаточно Там уже, допустим, с 15 минуты Она сможет довольно неплохо драться Там с вторым ультимейтом Ломать, бегать, вышки На этом, я думаю, у Ихома и будет Акцентироваться внимание Потому что тролля просто оставят фармить А в 4 героя будут носиться И ломать Тирадин Таура И, естественно, Нагу будут ломать тоже Пройдемся По персонажам Очень интересные изменения в команде Менески Ова играет на Шейкере Джей Джей это тот человек, который фармил на Фантом Лансере И который фармил вчера весь, в принципе, игровой день Будет играть на Виспе То есть вот так вот Кэрри Висп Ну, не то, что Кэрри Висп Теперь просто Джей будет у нас играть На Виспе, на Саппорте Да Ку-ку Сложный на своем аксе А вот Джейси, который играл как раз таки на Вич Докторе Он будет у нас фармить на Бристалбеке Фэт Дог в мидлейне на Наге Сайрон И вот это вот, кстати, очень серьезная доблатовость Я считаю этих двух парней Джей и Фэт Дога лучшими игроками Менески И вот как раз таки они сейчас будут Скорее всего, что-то придумывать здесь Ну, на самом деле, да Ио в центре хороший персонаж Только я не понимаю, почему он изначально Вот здесь вот не уничтожил эти леса Чтобы какие-то там отводы делать, стаки Тем более, Нага нуждается в этих отводах и стаках Ну, не сделал, не сделал Ничего страшного Он вообще кинул, кинул Нагу просто Джей пошел к Гаксу Говорит, да ну тебя, сама разберешься У тебя есть там, что у тебя есть? Рептайт у тебя есть, все остальное тоже есть Все будет хорошо Я лучше пойду Ку-Ку помогать Окей, ну Ку-Ку стоит против Триплы Ему сильно помощь не помешает Потому что тут парни, которые могут его убивать Если он как-то неожиданно там словит какую-то ворону Как-то зевнен, куда-то посмотрит не в ту сторону Тут его, конечно, могут и принять Потому что хватает всего Дошел уже, получается, в спину Муши Но тут, на самом деле, не то, что Муши в спину шел Тут Ку-Ку слишком вперед залез Ну, вообще, да Есть, конечно, Висп Есть какая-то помощь Есть Боттл Пока что оверчарджа не имеется Вот так вот Ох-ох-ох, как повлетали сейчас Ехом Мне как раз смс-ка пришла Ехом вылетели Окей, босс Оу, он называет Муши боссом постоянно Окей, мы пока в лобби сидели Тоже там Да, 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 я видел Такой забавный момент Ну Да, они уважают Уважение такое, знаете Проявляют, точнее, уважение Говорит, да, да, знаю Муши Играл ты Хорошо играл Сильных ко всему Да, вроде бы и Муши называют Оу боссом Я что-то такое же видел Как-то они очень Так хорошо друг к другу относятся Ну и что же Верно ли То, что Джей остался сейчас на нижней линии Вместе с Ку-Ку Или все-таки Джей будет смещаться у нас К Наге Сирене будет там ей батлом Постоянно что-то заливать Кстати, Нага тоже несет себе батл Два батла, естественно, в команде Нага без батла это не Нага Ну, допустим, в миде А еще лучше Можно пойти к Бристлбеку Но дело в том То, что Ихом сделали довольно-таки Грамотный мув Они поставили свою триплу в сложную Они прекрасно понимали То, что Виз будет Да, там, допустим С Бристлбеком И Виз с Бристлбеком в сложной Это еще та команда Там и подхил И 20% впитывает Просто так урона Из-за оверчарджа И, естественно, постоянно будет Просто спрей влетать Потому что у Визпа Есть боттл Ну, как бы И довольно неплохой монопол Вот Естественно, Джейси Там бы развлекался Довольно Приятненько Приятненько Свапать лайны Сейчас На Минеске Ну, это будет довольно дорого Это да Не, ну да Согласен Все хорошо Они стоят Потому что, действительно Соло Бристлбек И соло Клокверк Там они Более-менее Неплохо постоят А вот Путемь того, что Они создали напряжение Вот здесь вот на Акса Джей вынужден Находится именно с Аксом Ну, с другой стороны Ио, она вряд ли бы Ну, хотя нет Ну, на самом деле Ио мог бы пойти к Бристлбеку Но все-таки смысла нет Там стоять против Клокверка Клокверка бы они там В принципе Не убивали бы Вот А так больше пользу Все-таки Ну, даже если и убили Все равно это один герой Лучше, конечно, помешать Там фармить Трем героям Да, или двум героям Чем-то Одному Клокверку Вот, может быть А, слушай А если, знаешь, как свапнуть Если свапнуть Не лайны А Бристлбека А если Бристлбеку Прилететь вниз А Аксу Убраться наверх Если так сделать Ну, есть, конечно, такая возможность Но, опять же Это довольно много времени То есть Сейчас Нужно тащить себе телепорты Когда Нага Бузит Боттл Особо ты за телепортом Туда не зайдешь Даже если зайдешь То Ну, даже если успешно зайдешь То, конечно, да Можно попробовать прилететь То, что Джесси Телепортируется Надо будет сейчас покупать телепорт Бежать вниз Под свою вышку Чтобы не попасть Под какую-то батарею Или Коги Опять же Телепортироваться В любом случае Это вот целая минута Целую минуту Ты ничего абсолютно не делаешь И, опять же Хорошо Но будет Бристлбек снизу Джей будет с Бристлбеком Находиться Или Джей пойдет Наги Там тоже батлом своим Помогать и заливать Потому что Такие герои Как Рубик Как Дизраптор Ну, есть, опять же Глимс тот же самый Бристлбеку в любом случае Будет здесь трудновато Ну, хотя Да Хотя есть отводы Есть Шейкер Которого, кстати Мы толком-то не заметили Сейчас Тоже будет довольно Неплохая помощь Ну, может быть И получится На самом деле Свапнет Лайны Ну, именно у двух героев этих Ну, может быть Их и не надо Ну, в общем, да Тут свапать, если что, можно Но, вот вопрос Надо ли Пока не совсем понятно Надо ли свапать или нет Тем более У Акса, в принципе Ну, то есть Как Смотрите, что тут Еще надо брать во внимание У Бриста-то Если его отправить сюда Да, он будет больше танковать Чем Акс Сильнее танковать Благодаря своей спине Но, с другой стороны У него-то засыпить особо нечем Ну, то есть У него есть слизь Но обычно слизь Бристлбеки Быстро так сразу не качают Плюс это все-таки Не стан А у Акса Есть агра Который, если что Он-то может подойти И длительность Две секунды На первом левеле Это будет достаточно Чтобы там Если какого-то Муша там заагрить Можно было бы его и убить Там Шейкер Фессура Там еще Ио там какие-то Свои виспинятки Раскручивает Акс тоже крутится Но, опять-таки Это все чуть позже Это где-то на втором Третьем левеле Пока вот так Пока стоят Пока действительно Свапать, наверное, Лайны смысла нет Потому что Ну, если бы хотели Тогда бы сразу Пошел бы Акс наверх А Брист сюда Ну, а так Действительно Пришли постояли Столько денег 200 монет тратить В самом начале Это, в принципе Большие деньги Для начальной игры А-а Сказала Нага В центре Сбнала там Какого-то крипочка Кстати, она Стоит очень ровненько Вот сейчас у него 9 крипов У Банши 8 То есть Неплохо там Чувствуют себя И один И второй Игрок в центре Но Фэтдог отправился Чуть раньше За руной Поэтому Деск Профит Надо или вниз Идти Если хочет Руну забрать Руну забрать Тоже смысл Это Потому что Ботла Ботла я не вижу Угу У нас еще Ирегенчик Сейчас на самом деле В батле Это самый лучший вариант То есть Можно и Иллюзии Рептайт Или Рептайт Там Заюзать Боттл Иллюзии Там Без разницы То есть Нага Очень Любит Вот этот вот Реген изначальный Да Рас рептайт Сейчас иллюзии Будут Потом еще один Рептайт А потом Можно будет Отпиваться Ботлом И ты Опять Фулловый То есть Просто Тебе Не приходится Обузить Этот Боттл Ну да Совершенно верно Сейчас сюда Действительно Пробьет Она Да 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 Кстати Можно будет Потом Иллюзии Там еще Отправить Застакать Чего-нибудь Там Как-нибудь Ну И шейкер Уже дошел Таки До Триплы Теперь Может Как-то Фиссуру Свою Пустить Хорошо Кого-то Там Отрезать Или Зацепить Подстанеть Да Нет Смотрите Что делает Муши Муши Такой Хитрый Оп Ну а Неужели Они надеются Бриста Забрать Здесь Как-то Странно Ну Ладно Есть Есть Старые Батарейки Есть Коги Но Все равно Конечно Бриселбэк Это Не тот Герой Которого Очень Легко Можно Будет Убить Так Вот Муши Пошел В атаку Так Будет Сейчас Цеплять Или Не будет Батарей Подключили Подцепил Бросает На то же Место И в Когах Стоит Бриселбэк Ну Джесси Что-то Будешь Ну Тогда Бей Не бьет Ох Ох И Молодец Как Муши Красавчик Ну Муши Мертвый И Вар Стоит Да Не было Не было Там Стака Сейчас И Суицидиться Не получилось Об нейтралов Ну Хорошо Хорошо Среагировал Висп Быстренько Прилетел Ну Хотя Там Бриселбэка Били Полтора минуты Наверное Стояли Да Бриселбэка Ну Вот Все-таки Бриселбэк И Это По-моему Если я не ошибаюсь Всего лишь Первая У него была Спина Так что Дамаги Была Маловато Но Решили Вот так Проверить Можно ли Телепорт И Лететь Ну С другой стороны Они Фраг Отдали Да Уже Расплат Нага Сирена На этот раз Руну Не законтролила Более того Она не законтролила И нижнюю руну Нижняя руна Досталась Ехоум Так что Нага Вынуждена Будет Обузить Боттл Нет Она просто Нападет на базу А Джей Пока что В минлейне Получит Четвертый уровень То есть Будет Второй Уже Спирит Неплохо Достается Теляришка Урона Конечно Побольше Ну окей Ну вот муж Все таки хочет быть Агрессивным Говорит Ну хоть тебя То я подцеплю Ой 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 Сейчас Ну нет Конечно Сетки Там Наги Так бы Муж Мог бы Пострадать Но Да Рановато Еще Наверное Ситу Качать Джей Тоже Пытался Быть Агрессивным В итоге Вот так Вот Пробил Пробила Баншав Ступит Хп Остается И должен Он По таврам Зализывать Свои раны Ок Ок Ну пока Вот никаких Стаков Нет Чтобы будет Стакать Ну пошел Стакать Поздновато Пошел Стакать Секунда Все таки Нага Ну вот Были бы Стаки Здесь Было бы Гораздо Все лучше Хотя Стаки Вот есть Только Двойные А так Но все равно Ну хотя С другой стороны Висп Много работы Делает Он там Вообще На боте Помогал И Бресту Тоже Помогал Нельзя Сказать Что это Вина Прям Совсем Уж Виспа Что Никаких Стаков Нет Вот Это Скорее Сего Вина Шейкера Потому что Он там Первые Несколько минут Что-то Долго Там Ходил Думал И В итоге Сейчас Стоит За спилой Акса Лучше Он Стакал Потому что Стаки Важны Сейчас В принципе Для команды Минески Да Как бы И Акс Есть И Бристлбэк Есть И Нага Есть Да И Здесь Можно Стакать Ну В смысле Да 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 Везде Конечно Можно Стакать Есть Герой Которые Могут Это Все Фармить Есть Бристлбэк Который Может Спокойненько Фармить Себе Энштоп Есть Нага И Акс Которые Могут Фармить Обычный Лес То есть Возможности Героя Нужно Использовать По Максимуму Там Муша Смотри Окучивает Джея И Фейтбол Туда Дал Все Короче У него Дал Но Не получилось Слушай Ну Муша Реально Агрессив Он Постоянно Что-то Оходит От Кого-то Ищет Что-то Хочет Какие-то Приключения Выискивает Окей Вардец Вардецкий У него Есть Сентричетчик Но Можно Поставить Вот Где-то Вот Куда Он Так И Ставит Очень Хорош Сентрик От Муша Сейчас Замит Вражеский Лес Слушай Это Было Довольно Забавно Кстати Интересно Сколько бы он минут Потратил Чтобы Зафармить Это Все Но Зато Я Зафармил Ладно Тут И На реке Хочет Руну Забрать Но Поцепили Уже На Играл Запрос У Этого Муша Но Акс Агрегар Все равно Руна Останет За мне И Погибает Муша Муша Слишком Сильно Переигрывает Так Сказать Он Лезет Один Да Он умеет Жать Кнопочки Он Действительно Хороший Игрок Но Бывает Он Делает Слишком Необдуманные Действия И Слишком Сильно На себя Тянет Одеяло На саппорте Это Да Ну В принципе Саппорт У него Не такой Который Вот Может Сейчас Что-то Предложить Да Ио Он заборцал На хайграунд Но Ио Это ведь Персонаж У которого Тизер Есть Так что Забрасывает Его Не забрасывает Все равно Он там Что-то Стизерится С кем-то Плюс Еще Акс И Шейкер Там Будет Так что Муши Немножко Перебыковал Что-ли Вот Наверное Так Это можно Назвать И Фейзы У Банши Ну На самом деле Тем интереснее Пусть Муши Так и дальше Играет Чтобы У Минески Был шанс Поворот С парнями Ну А почему Нет Пусть Даст Молодым Подрастающим Перспективным Проявить Тебя Показать Что Они тоже Могут Они тоже Хоть Ну Они Все Хотят Понятно Что Все Хотят Но Не Все Могут Ну Благодаря Такой Игре От И Висп Там Конечно Уже Не Помощник Хотя У Виспа Был Телепорт Странно Ну Он Решил Что Тут Я Прилечу Меня Вернут Назад Возможно Лучше Не стоит Короче Ситуация Была Интересно С одной Сторон Те Акоги Зажали Вот Сон Муши Я понял Я понял Таргет Номер Ван Муши Так Ну Муши Погибает Здесь Моментально Конечно Быстро И Так Через Лип Довольно Хороший Фраг И Акс Сегая Встречается Так Ай Ай Батарейки Ах Хорошо Но Нету Больше Маны Просто Бежит Может Так Запинает Просто Рукой Акс Прожал Сек И Муши Сверху Да Муши Такие Ну Не то Чтобы Реабилитировался Но Он Все Так Там Оказался В нужном Месте Да 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 В общем 1-3-0 И Просто Разломал Разломал Акса Так Вот Вижен Видите Отсутствие Вижена На реке Иногда Приводит К таким Печальным Последствиям Ну 3-2 На 8-ой Минуте Пока Игра Более Менее Неплохая Складывается И У одной Второй Команды В одной Команде Там Конечно Немножко Муши Переигрывает В другой Команде Все Вроде Как Неплохо Все Играют Нормально Вот Но Тоже Противники Фраги Делают Так Что Нельзя Сказать Что Кто Плохо Кто Кто Хорошо Самое Главное Что Больша Больша Формит Хорошо Фиссурка Зашли На куху Ой Ох Как же Грамотно Сейчас Менецки Все сделали Качественная Фиссура Акс Там Быстренько Прибежал И Джей Вовремя Вовремя Конечно Поражал Сразу же Просто Тизер И Третьими Веспами Там Массу Дэмэджа Внес Стролю Вот так Слушайте А нага Только что 600 у нее было Уже 1600 Так Такими Темпами Смотрите На 20 минуте Будет у нее Радианс Что-то Наверху Опять Опять Эти батареи Опять Клокверк Подключил Батарею Давай Гнаться За Джесси Но На этот раз Решил Так далеко Не заходить Хотя Вот есть Есть Джонни Есть у него И Глимс И Кентик Филд Все у него Есть И вот Заманивает Заманивает Агайя Заманивает Но Не пошел Под Тавер Джесси Не пошел Так Ну Джонни Тогда говорит Ну ладно Ладно Тогда я покажу Себя Просто Крипов Пофарблю Внизу У нас Как-то Слишком много Персонажей Команды Минозки Можно сейчас Отрезать Тролля Но Тролль Понял Что не стоит Спускаться Так глубоко И Уходит Назад Нужен конечно Блингдагер Сейчас акс У этот самый Блингдагер У него появится Секунду на секунду Чтобы вы понимали Чтобы вы и не сомневались У него Две Сто тридцать Уже Монет Буквально Чуть Чуть И будет Даггеров У него Тогда Все будет Совсем По другому Потому что Сможет Он быстро В кого-то Влететь Сагрить И Просто Раскрутиться Убить Ну Нага Перешла Потихоньку В леса Заформила Тут уже Один Стак Там Еще Дабл Стак 2300 У Наги На самом деле Довольно Все неплохо Главное Наги Сейчас Не Умирать Это Самое Главное И Вот В свете Этого Я бы сказал Что Стоит Как-то Восполнить Ману Чтобы Если Что Был У тебя Запасной План В виде Сна Ну Вдруг Там Какой-то Ганг Все-таки Совершат Сон И Бежать Куда-то Спасаться Потому что Без Маны Спастись Будет Вообще Нереально А тем временем В смоке В смоке В смоке Хукает Акса Сейчас Будет Батарейка Коги Все Стоит Куху Тролль Заходит Акса Говорит Конечно Но Этого Не Спасает В общем На спасение Акса Никто Не летел Понимали Что Пока Будет ТП Три Секунды Делаться Да 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 Технически Не успел Будь Телепортироваться Вот Так Ну Окей Акса Отдали Потихоньку Видите То одна команда Делает фраг То вторая команда Делает фраг Так Ты мне Я тебе Переходят В руки Это вот Знамя Фрагов Ну И вот Уже Подпушили Немножко Тавр Старлем Конечно Большой Который Призывает Своих Прекрасных Сестер И Начинают Да Не просто Летать Здесь Тавр И сбивать Да Тавр Вообще Не жилец Быстренько Да Быстровато Конечно Вышку Сломали Что Будут Делать Ехом Сейчас Дальше Телепорт Есть Наверх Хорошо Здесь Кинотик Филд Виспа Задели Ну И Джей Конечно Также Отправляется В таверну И Джесси Тоже Мертвый То есть И вышку Сломали И два Фрага Сделали Все Как-то Слишком Хорошо Ну Вот Показали Свою Силу Ехом И Да И теперь Можно Сказать Что Не то Чтобы У Минески Проблемы Но У Минески Сейчас Не самая Лучшая Ситуация Потому что Они Сразу же Две Два Серьезных Сражения Проиграли Зацепили Клакверка Клакверк на хосте Клоги Поставил Там Сон Хотят Все-таки Очень хотят Его убить Шейкер Фиссура Там могут Подойти Хотя Есть Агра Давай Агри 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 Меняй Сон Через Эхо Слем Фиссурка От Муши Ну Никого Там Уж Особо Не пробил Хотя Здесь Банша Задула И погонит Сейчас За Шейкером Еще одну Тычку Хорошо И В таверне Шейкер Также В таверне Акс Проблема Была На самом деле В аксе То что Акс Довольно Поздно Прыгнул И Клакверк Успел Забрать Себе Руну Потом Как раз Началось Это Избиение Но Руна Была В батле Поэтому Приходилось Стратить Слип Приходилось Стратить Эти Вот Сякие Хаслэмы Если бы Акс Прыгнул Буквально На полсекунды Раньше То Руну Забрал Себе Феддог Ну да Кто-то Другого В общем Не А Нага Ты имеешь Ввиду Забраться Да Ну ясно Ну вот Так Получилось В итоге Двоих Разделились Шейкер В одну сторону Побежал Акс В другую В итоге Оба погибли Размен на Плакверка Ну не самый Конечно Лучший Размен Но Нага 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 3 300 Нага 3 300 А вот у Банши Уже Иоучик Имеется Иоучик Прям Такой Бегун На Спритнерские Дистанции На любые На самом деле Дистанции Там Прям 443 Мувспит У нее Вот так Вот она Прям Никого не боится Еще Витро А здесь Команда Будут ли Глимсовать Нет Не решил Глимсовать Обратно Ну Нага Им благодарна За такой Мув Потому что А вот тут Еще Дабл стак Еще и шейкер Помогает Фиссура Как хорошо Отлично Отлично Все сделали Дальше Нага Может продолжить Этот свой Увлекательный Фарм Радианца И заходят Вообще Со всех сторон На Джесси И Ну как Со всех С двух Тут Всего Тут Две Стороны Да Больше Нет сторон Ну-ка 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 Джесси Джесси Понял Что Надо Бежать И вот Ну что Муши Или нет Тут уже Слишком Много Окружили С всех сторон Есть Фиссура Ай Хорошая От Муши Фиссура Зажали В хоги Джесси Джесси Дергался Как мог Ой да Ну так вот Случилось Случилась Неприятность Начинает Потихоньку Проваливать Свои линии Минески И линии Становятся Короче У них Потому что Т1 Тауэр Всего лишь Один Остался На центральной Линии Но в ответ Смещаются Но некого Некого уже поймать Хотя Нагу Нагу Посмотри Как хорошо Глимсонули Сейчас Виссурка Кинетик фил Статик шторм И Вис Спасает Свою Нагу Просто Потрясающе Сейчас Ее Действительно Здесь Спас И все Герои Уходят Вис Я Надеялся До конца Что там Как-то Сможет Шейкер Помочь Чтобы Притезериться Но Не вышло Но Висф Молодец Спас Нагу Очень важно Потому что Нага Как раз В этот момент И на Родиан Собирала И вот Еще Буквально Там 600-700 Монет Будет У нее Нужный Артефакт Ну Не на Родиан Собирала Родиан Скоро Будет Но Клаквер Хочет Помешать Наге Это Сделать И Нага Видимо Что Почувствовала Поэтому Спокойно Уходит Смог Молодец Ну и наверное В чужие леса Куда-то сейчас Будет Минец Выдвигаться В принципе Есть шейкеры Есть герои Которые могут Вносить Очень много Дэмэджа Такие как Акс Допустим Ну Поймать бы Поймать бы Каких-нибудь Опять же Рубиков Дизрапторов Это вот Самый корм Конечно Можно и тролля одного Зацепить Или это выход На Баншу А это На Джонни Сейчас прыгнули Хорошо Сразу же Есть куча Телепортов Грамотно Грамотно Играет Конечно Сейчас Ехом Но Не успевают Помочь Своему саппорту Вот так вот Первый раз Вижу Столько Телепортов Чтобы саппорта Засейвить Понимаете Вся Вся команда Просто прилетела Спасать своего саппорта Вот это Самоотдача Что называется Вот так вот Прям Друг за друга Горой Но В принципе Может быть Действительно Не стоило Этого делать Все таки Саппорт Долго бы он Там не прожил Вы видели Что успел Он погибнуть До того Как прилетел Первый помощник Ну или там В момент Уже погибал Когда Телепорт Свершился В общем Сложно было Что-то сделать Сейчас вот Такой байт На крипов Или что-то такое Байт на крипов Забавно звучит Но в итоге Тролль погибает Хотя Говорит Я сейчас буду Еще убивать И он убил Но сам Все равно Отправился В таверну На гастрадианцем Да На гастрадианцем Это конечно Очень все здорово Но опять же Падает Падает В мидлейне Таур Ничего абсолютно Сделать не могут Куда у нас там Кукшот Хорошо Влетел Смотри Просто Дух героев Сейчас летел Телепорт Также сбили Минус один И ку-ку Отправится В таверну Тоже Бимсанули его Еще обратно Теперь конечно Вообще Не вариант выживать Минус три героя Минус вышка И Хом Так сказать Начинают действительно Набирать преимущество И второй сейчас карте Ну ага Я шикарно Хукшот Выдал Прям в двоих Попал Сразу же Коги И конечно же Там никто не успел Улететь Акс пытался там Теп-аут сделать Но какой там Теп-аут Когда батарея Куда там Еулу Банши Никаких Теп-аутов Сегодня не будет Но радианс Да Радианс Мы уже отмечали Что у наги Есть радианс Возможно Что-то это изменится Но с другой стороны Нага-то может Отпушивать Нага-то может Сплит-пушить Но нага Слаба В защите Тавров Вот как это Не странно Своих тавров Она все-таки Да и вражеские Тавра тоже Убивать она быстро Не может У нее дэмэджа Там с этих иллюзий Не так уж и много Дэмэдж в основном От радианса Да именно Именно Радианс И рептает Весь основной дэмэдж В наге Чтобы убивать Крипов Чтобы отпушивать Как-то линии Подпушивать Есть возможность Отпушивать Тоже Защищать И атаковать Возможности Пока что нет Эх Ну да Ну как-то Ну то есть Честно говоря Наге надо еще Выиграть Там где-то минут Ну 15 наверное Чтобы у нее таки Появился Появились Привола И Тараска Вот тогда Возможно Что-то случится Ну не то что Что-то случится А тогда Можно будет Как-то более Активно защищать Ну хотя бы Хотя бы просто Защищать Можно было бы Ну правда Тут еще и Акс Есть в Ристов Ну как-то пока Вот видите Что Рошан падает Так что Ихоум вообще В полном шоколаде Все у них есть Все у них есть Артефакты у них Нужно есть Да и большой Там что-то в лесу Опять-таки поставил Муши в том же самом Месте вард На этот раз Это обзервер Не пожалел Для этого Ну почему бы и нет Надо нагло Лешать всех Возможностей Для фарфа Да здесь Центри Здесь также стоит вард Который сблочит Вот этот вот спот Очень хороший Хороший вардинг Кстати этот вард Блочит и это И вот это Насколько я помню Ну короче Наги Прям совсем В своих лесах Жизни нет Смотри И Эншер Это же ведь тоже Просто все Вардах Посмотреть там Да если просто Посмотреть на карту Даже Не пожалели Не пожалели Конечно Ихом денег Для этого Ну Грамотно Грамотно Играют Ихом На полную Пытаются отыгрывать Очень важно Для Минески Забрать Т1 на топе Чтобы можно было Вражеские леса Заходить Еще фармить Так там Хукшот мимо Ну и все отсюда Убегают Не готовы Еще сражаться За тавер Не готовы Ну Нага Конечно Получила Некую толику Мобильности Благодаря Купленным Травелам Однако Все таки В леса Зайти до сих пор Не может Потому что Там просто Пусто Там пусто Но можно линии Пушить Действительно Надо забирать Т1 до сих пор Стоят все Т1 уехом Это проблема То что линии У них Длинные И Нага Не может Точнее Линии Короче не может Разогнаться По всей длине Этой линии Не может Там много идти Долго фармить Долго пушить Много крипов убить И вот Просто ходит Смотрит там Везде пусто И просто плачет А за них Еще его тут Гуськом Аксы И Шейкер Тоже пришли Проверили Да Действительно Нет никого Что делать Ну вот Появились Каким-то образом Галебы Они и стояли Нага же Убить Уможет Радианс Да Поэтому Короче Все против Наги Крипы есть Но и Теха Бить не может Что делать Ну вот Муши Мы так немножко Говорили Подфиживал Подфиживал Вначале Но тем не менее Вот это ведь Работа Муши Полностью Отсутствие Парма у Наги Это ведь он Все ворды Поставил Конечно Вот прям Такая вот Линия По этой линии Вот есть Просто адский Вижен У команды И нет Никаких Лесных крипов У Минески Да Возможности Нет абсолютно У Наги Допустим Если были Хотя бы Тир-1 Таура сломаны Можно было бы Передвинуться Например Вот С этих позиций Вот сюда Допустим Да Ставить ворды Вот в зоне Рошана Примерно Ставить ворды На заходы К себе В леса И фармить Линии Фармить У нас там Шейкеры Пока что убивают Здесь спокойненько Фармить Чужие там Два спота В лесах Чужие линии Толкать до Тир-2 Вышки Ну а сейчас Конечно Такой возможности Нет у Наги Зацепили Нагу И сейчас же Ее убьют Сейчас же Ее убьют Пожалела Нага Ох-ох-ох И Висп еще умирает Банша В соло Разбирается С двумя героями Это уже Ненормально На самом деле Ненормальная Банша Вообще Надо репортить Не ну действительно Ребят Ну посмотрите На Баншу 2000 хп У нее И у Тараска Честно говоря Вот Ставка на Нагу Не совсем оправдалась Да у нее появился Быстрый радианс Ну скажем так У нее на 21-м Уже и тревай Все у нее есть И Бэйдов Алакрити Какой-то Яш Она собирает Видимо Но Слишком сильны Уже Ехом И не просто сильны А они слишком Сильно зажали Эту Нагу У Наги Нет действительно Пространства для фарма Т Вот что там Т2 Ну что есть Да Он там простоит Учитывая что Банша Пришла И просто сейчас С руки заберет Там тролль может Хукает Акса Закрывает Акса Акс Блэйд Бэйл Поржал Да сагрил себя Но сейчас он быстро погибет Ио не успевает его спасти И подцепил мужа Ио бросит его назад И тролль там топорами Развалил просто Ио все И его бока Какие-то у него были Эти магические Ну сон Хорошо Сон Куху в любом случае Выживает Куху еще есть Аегис Есть Аегис Сбивает ему Только лишь Аегис Теперь два вышечка Предпоследняя У Менески падает Слип потрачен Виз потрачен Акса также здесь нету И буду скорее всего Стараться уже зайти Даже на хайграунд С Тараской И у Банши До ультимейта Конечно 45 секунд Но в любом случае Есть Куху Здесь Батл Трэнс Через 2 секунды Довольно неплохо Разминает вышечку Батл Трэнс Нампол Таура Конечно нет 22 минута Нага сделать Ничего не может И опять Коги Слушайте Ну ага Я тоже в этой игре Шикарно играет Постоянно какого-то Ловит в Коги Не дает там Никому уйти Догнать Пройти Так что да 17 на 7 счет И честно говоря Вот за последние Ну сколько Несколько минут Графики со всем Вот прям Особенно по ценности Прям вот Взяли и рухнули Было 2500 преимущества У Ехоумы И вдруг оно стало Уже на 5000 больше Это самое преимущество Но Плохо Плохо Вот что Знаете Что Что все-таки Есть бойцы У команды Минески Но вот таких Дэмэдж дилеров Нет То есть Да Акста может крутиться Может там Агрить Может там Проклятие бросать Может потом Всех щелкать Да Брист может там Какие-то шипы Шипы-шипы Нага там Родиан Но вот такого Персонажа Как например Тролль или Ну не знаю Тот же Фантом Лайсер Который был в прошлой игре Который вот могут там За секунду Внести там 1000 А то и 2000 урона Вот таких Персонажей нет К сожалению И вот это вот плохо Потому что Приходится уже защищать Свои Т3 Ну и вот Если бы это была не Нага Допустим А Медуза Вот тогда да Тогда бы можно было сказать Что все-таки Еще не все потеряно Потому что там Медуза Через ультимейт И так далее И так далее Но это не Медуза Это Нага Нага не совсем тот персонаж Который может Как-то круто посражаться Она может круто Подпушить Круто там Всего такое Поделать Но не драться Ладно И вот Наконец-то На 23-й минуте Себя насобирал На Транквилы Это успех И надо Вот как-то Этот успех Зафиксировать Может быть Даже не зафиксировать Упрочить Может быть Что-то еще купить Но Что ты купишь На 180 голды Ты посмотри Ты просто посмотри Опять же Куча сентрей Везде сентришники До сих пор Здесь стоят варды Только что Подошел Бристалбэк Сделал себе стак И сразу же Зашли просто Ихомы Такие Опа Здесь кто-то Подфармливал Давайте-ка Поставим сюда сентри И Успешно Успешно А вот Кстати После того Момент Как Там Вначале Немножко Подзагулял Подзагулял Муши Все После этого Загулы закончились Он взялся за ум У него уже и артефакты Там Вот честно говоря Рубик-то видите Такой хороший персонаж Он все купил Арканы И Блинкдаггер Это даже больше Чем ему надо То есть он действительно Может сосредоточиться На том Чтобы постоянно Покупать варды Сентряки И постоянно Постоянно Вот эти вот леса Тут залетает Иос Шейкером Прилетели Хаслэм И тролля Таки заберут Окей Окей Муши что-то украл Украл он Батлхангер Фейтболт пустил Ну и разбегаться Все туда Парни Акс На блинке Тип-аут Улетели Улетели Хорошо Ок Да Конечно Грамотно Грамотно Сейчас играли Менески Без проблем Улетели Из зоны Боевых действий Так сказать И Ехом Не получилось Кого-либо догнать Не получилось Там глимсонуть Далековато был Джонни И так безнаказанно Просто забирают себе Фраг А тролль Это Герой Которого опять же Желательно убивать А Нага Сейчас прекрасно Начинает Выфармливать Свои лесочки Будут появляться Сейчас споты И вот знаешь Вот как камень С души для Наги В миде Ж Зацепили Фисурка Ох-ох-ох-ох Неужели выживет Нет Умирает Но здесь Жейси Разваливает Вместе Скуку Минус 2 И глимсует Акса Обратно Вот так Убегать Убегать Даже самому Не пришлось Это да Вернул назад Повезло В этом смысле Но это очень хорошо Сейчас все-таки Ехом Дарят Какую-то Возможность Своим противникам Потому что Заработали Немножко Денежек Там пока полминутки То есть от саппорта В таверне Можно бы даже Немножко и агрессию Проявить Кстати агрессию Проявляет Бритселбэк Но честно говоря Плохо Что он ее проявил БКБ Вот там же Сейчас все Ему сбили Потому что Да просто Хукшотом ему сбили Сейчас Телепорт Ай-яй-яй-яй На что ты надеялся Там ведь и тролль У которого баш Хоть и 10% Но все равно Не так уж и мало Особенно когда тролль Разгоняется Себя И там Три атаки в секунду У него Ну в общем Понадеялся на авось Но нет Ничего такого не случилось Честно говоря Вот ошибка От Бритселбэка Вроде как Хорошо Сыграли один эпизод Но тут же Проиграли в другом эпизоде Нага В вражеский А на нога Правильно одет Нага заходит Тут будет сейчас Блокировать крипов Ну чтобы они там Не зашли И нельзя было дальше Подпушить Нельзя было заходить На хайграунд Окей Окей Крипов она Быстренько убила И вот теперь парни Ехоум Вынуждены перемещаться В вражеский Ну тогда они просто Поформят чужие леса Опять таки Варды натыкают Там вот Муж уже просто Не стесняется Прям Откровенно Хейтит уже Эту нагу Вообще всех Да На каждого Нашего убитого героа Я куплю Пять пачек вардов Все Все Я на самом деле Парни Вы что думаете Я сейчас еще и в своих лесах Буду варды ставить Чтобы вы туда Не смогли заходить А Байншата Кстати продолжает Увлекательный Свою фарм У нее уже Шиво появляется У нее мало того что ХП много Так у нее еще и брони Будет много Так Ну Куку просто сейчас Умер Так Ого Хорошо влетел Здесь также Висп есть Какой же Кинетик фил С когами Как потрясающе Сейчас все поставили И статик шторм Также здесь есть Это минус Четыре И явная ошибка Акса Мда Повесили Тандерстрайк на Акса Не успел он прям догернуться Прожал агр на месте Туда же залетели Крипов которые там сейчас на подходе Которые бегут к Т1 И подходят А те которые Ну а те которые там вот Идут Она их тоже каким-то образом Сможет убить Иначе если этого не произойдет То сторону потеряет 30 секунд Банша И тролля Они просто даже могут Две стороны снести Если честно Ну она когда Развой там Она останавливает Вот этот вот пуш Сама возвращается К себе Под свой тавер Есть там если что Фортификация Крипов Можно быстренько убить Но еще один крип остается Есть Так 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 Хорошо Ну а последний крип остался Последнего крипа забрали Но уже на хайграунду зашли Так что нету Тут бакдор протекции Тролль просто рубит тавер Нарезает его в щепки Есть сон Хорошо Сон там будет Несколько секунд Можно будет Это время Как-то передохнуть Ну Ио только появляется За это время А сторона-то падает Да Ошибка Ошибка от меня Скини Нужно было никуда Так врываться Серьезно И Ну в четвером Прям в подарочном комплекте Так знаешь Подарили С бантиком Да-да-да С бантиком Прыгнули на хайо Хорошо Хайо форстафнулся В любом случае Он попал под агр ТТП также не смог сделать И его здесь Разобрали на гайке Но Все равно Страна потеряна Еще и хотят Заденай тавр Такие Заденай На 28 минуте Вот смотрите Заденай Т1 тавр На центре А например На ботами Он до сих пор Еще стоит И муша Там сейчас Бегает Форстаф кстати У него есть Ну вообще Рубик Все имеет Айакс Айакс На муша Сагрил А если помощь Ну нет Да там Там фиссура Еще была Помощь Была только ку-ку И вот Кстати тот Рошан Которого побоялись В прошлой игре Каким-то образом Забрать Хоть одного Рошана Забрать А вот сейчас Если заберут Рошана Это очень хорошо Потому что Тогда они точно Смогут защищаться Еще какое-то Время А Нага Это время Используют Для того Чтобы фармить Или она Себе Эггис берет Это интересно Стоило бы конечно Наверное Бриттлбэк отдать Я тоже так подумал Глипсонули Акса Акс Сразу же Кинетик фил Не Качественный Зацепить его Не удалось Но здесь тем более Вся команда Здесь вся команда Минески рядом И Минески будут Сейчас я так понимаю Стараться Отвоевать уже Эту вышку До победного Или нет Или просто отойдут Хукшот Не точный Смог Прожали сейчас В общем Разбежались Минески Окей Но Медуза Точнее Что я все время Медуза Это я хочу назвать Это Нага Но они хвостатые Обе похожи Так в общем Короче Нага делает То что должна Делать Пушит там Свободные стороны Не Не паникует Не расстраивается Что Проигрышная ситуация Игры с Нагами В основном В большей своей части Примерно так и проходят Что Вы защищаете Защищаетесь А Нага все Пушит 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 И возможно Там как-то повезет И она Как-то выиграть Эту игру Ну окей Посмотрим В принципе Помощью Нагета Есть Тоже парни Тоже ее стали Поплотнее И вот пошли Пошел ультимейт Прожал Банша Ультимейт Еще и сальница Набросила На Бристалбека Но Ой-ой-ой Акер-то не получилось Сагать Баншо А так хотели ее убить Так вот Вернулись Назад под Тавр И бьют Баншо Ей стесуру Отрезали Отрезали Троляя Баншо Но нет Врыва Нет врыва Шиву прожали Тавры потеряли И спокойненько Сейчас их хом Должны Нет Они хотят продолжать Атаковать Они идут На Виспа Акса Агрил Баншо Надо по-броте Жекослэм Есть Жекослэм И тролль БКБ Прошел Садик Шор Стоит Тролль Должен погиб Да он погибает Он там тоже Размен на 2 Акс Сделает Байбэк Есть Аегис Выбили Наги Сирены Нага сейчас Умирает Умирает Там тролль Умирает Дизраптор И погоня Должна быть Естественно Погоня Сейчас сбить Телепорт Надо как-то Сбить Телепорт Саленс На фэтдоги Не может он Кинуть сетку Ахайо Ахайо Умрет наверное От горелочки Ну и здесь Конечно Уж вся команда Туда аж прилетела И без вариантов Без вариантов Для Ехо Во второй части Этого файта Но Менецки Потратили Байбэки Менецки Потратили Байбэки Получили конечно Довольно таки Большое количество Экспириенс Бараки Не потеряли Вышка Ну Пала и упала Действительно Там трудно было Отдефить под экзорцизмом Тролем Таор Но в любом случае Отвоевали Они довольно неплохо И естественно Егис Помог Помог Слушай Ну мне вот показалось Что Ехома ошиблись Надо было после того Как они вышку забрали Просто отойти А они там уже Заканчивался экзорцизм Там тролль уже был Не в состоянии Вот так вот Активно драться Потому что Ультимейт тоже был Как бы Ну прожатый Решили они драться Но вот за это Они поплатились Силы света Разрушили башню Окей Окей Ну тролль там до победного Он конечно сражался У Виспа есть даггер Вот это здорово У Виспа есть даггер И если так Пролетели на Баншу Сейчас кстати И Банша Оптается сделать телепорт Сбивает И телепорт здесь Опять же Некачественный агр От Ку-ку И допоражали В общем всем Чем только можно Это Баншу Зацепили Со всех сторон Кстати снизу Также здесь происходит У нас драка Джесси Вернулись они В принципе вместе с Писком Джесси Оху-ху Джесси-то старается Как-то драться Но его башит Постоянно Каждый удар баш И без вариантов Конечно Ку-ку-ку Проперло На Баше Да Ну вот Надо было Наверное Ну не знаю Там ничего не помогло бы В этой ситуации Ничего бы не помогло Тролль Все-таки Разгоняется И бьет очень быстро Так что Сложит там Действительно Даже Кстати Он не просто разгоняется Он ведь себе Еще и собрал Мьёльнир Так что Он там Даже без Как бы Без каких-либо Ударов По вам Уже изначально Имеет 2 атаки В секунду И вот это Вот Очень-очень много Так что Даже тот Маленький процент Баша Он все-таки Может Так Бристал Века Вообще не выпускали С баши Он же там Без холдауна Утрали этот баш Если он прошел То он прошел Не как на баш Вот И он проходил Слишком часто И Бристал Век Он просто на нем Обновлялся Этот баш Кстати вот Не стоит забывать Что еще у тролля Баша Довольно длительное Время действует То есть Если он по вам попал То 2 секунды Вы будете встать в баше Вот например Просто башер Который можно купить Он чуть-чуть меньше Работает Там 1.4 Вот так вот То есть Ну 2 секунды На самом деле Против тролля Это значит Что он еще 4 удара За эти 2 секунды Нанесет за 4 удара Там вполне возможно Что баш Дадите На пару раз Прокнет Так что Так что Вот такие дела И тролль Покупает себе Ультимейтор Ну он прям Вообще пошел Во все тяжкие У него там И Мьольнер есть И Доминатор есть Еще и Скаде Допустим Если он себя купит Вообще там 3 модификатора Атаки у него будет Так что Вот прям Совсем такой тролль Все на шансах Будет у него завязано Там все на этих Дополнительных Каких-то фишечках Которые То есть Нага вот Разводит свои иллюзии Там уже Каким-то образом Она довела иллюзию До Т3 Прям так Так жестко Хочет эту линию пушить Банша выложила Агем Решила Что стоит Агем Наверное Подобрать Кому-то другому Или что Или она готовится Не палиться Это так Якобы Не палиться Банша И главное Не палиться В этой игре Действительно И вот эти Вот то что якобы Есть у кого-то Агем Никто Об этом знать Не должен Слушай Ну а Агем Тут зачем Вообще Ну Пусть Пусть будет Лишним Агем Не бывает Хорошо Да Лишним Агем Не бывает Это однозначно Окей Нага вышла Таки на первое место По Нафармленному золоту 21 тысяча Даже почти Что 22 Да У нее уже есть Тараска Там есть все На самом деле Только два слота У нее осталось Можно Аквилу Уже там Менять На какой-то Что там Бабочку Какую-то Можно покупать Или что-то еще Можно там Какие-то Другие артефакты Закупаться Важно Чтобы Бристелбэк Наконец-то Тоже как-то Ушел В какие-то Крутые артефакты Потому что У него пока что Все начальные У него Вангвард У него БКБ И у него Саша Да Благодаря вот там Его Варпасу У него Дамаги Немало 124 Плюс 124 Но Опять-таки Это отнюдь не тот Огромный дэмэдж Которого бы В котором нуждается Так Команда Менески Но если посмотреть на Аксы У него вообще все печально У него тоже все такие Артефакты начального уровня Но довольно-таки Неплохой набор Там Блинк Форстав Блэйдмейл И Вангвард Так что Если что Что тут Нага делает У него как-то проснулась Просни же Нага Проснись Не спи На минус Нага У Наги есть байбэк У Наги есть байбэк И нужно байбэк Скорее всего уже делать Что-то вот непонятно Там БКБ Кто-то прожимает БКБ прожимает Берестлбэк Пытает стопал делать И успешно Успешно Не получилось его убить Ну что-то вот Как-то пауза Пошла Против команды Менески Что-то они там Задумались О чем думала Нага Нага непонятно Но в итоге она Не поражала Сон сирены В общем-то Так вот Зацепили Баншу Хорошо Но это не то что зацепили Это просто ее немножко Подостановили И Банша понимает Что по центру заходить Нет смысла Надо забирать другой барак Саленс На Бристлбэке Банша Натравила своих сестер Так вот прыгает Прыгает Акс Уводит на себя Баншу Ну Ненадолго Да Действительно Габайбэкнулась Здесь опять же Очень хорошие Коги от Клакверка И не могут даже Иллюзии пройти Как-то отогнать Ихом Так Прилетел Бристлбэк Хорошо Нужно сейчас Джонни Здесь пробивать Опять же Саленс по иллюзиям Саленс по Бристлбэку Ох Ты посмотри как жгут Нажигают Действительно Здесь Иллюзии Должна Должна сейчас Погоня быть Охайо Спрятался Ну и как-то Очень странно Убили только пока что Одного Дизраптора Охайо просто убегает Отсюда Все абсолютно убегают И Убили двух саппортов Но два саппорта Это не те герои Которых сейчас стоит жалеть Барак пока что В мидлейне Так же упал Хотя Нашли Клакверка Клакверк Слипом зацепили Клакверка И Будет здесь Клакверк Умирать Конечно без вариантов Ты посмотри Он сейчас еще И Джей убьет Нет Джей Пока что выживает Отлично Здесь Тролль Рубит БКБ И у тролля кстати Очень все неплохо получается Скорее всего Акс будет умирать Выхиливает Акса Очень серьезно Сейчас Висп И Погоня Сеточка Фисурка Как дорогу Сейчас здесь Кухай Перегородили Да Ну и конечно Без вариантов Для тролля Он продолжает Так он башит Он просто башил Акса Что-то даже Ультануть по нему не смог Это да В общем Образцовая погоня От Минески Честно говоря Зря там возвращался Тролль и Банжи Но было просто Клокверка отдать И все Потому что они потеряли Слишком много Могли бы А Нага-то бежит И сеточку бросает Ай бросает Еще и Висп На предел Продосталец Получает Ты пауз Все это делает Ох успел Успел Куку заагрить Да Минус Банша Банша на ветерках Пытается сейчас Кого-то здесь покрутить Но по-моему Без вариантов Естественно Здесь для Банша И по факту Это минус 5 Вот он гем Который она там Что-то выкладывала Не выкладывала Палила Не палила В итоге гем шейкер Достался Ну да Минус 5 А ведь все неплохо Таки Все таки Неплохо Так что Еще интрига Сохраняется В этом матче Вот еще Появляется у Бриселбека Замечательный Артефакт Элибарда Нага там тоже 1900 монет имеет После байбека И возможно Приобретет себе Что-нибудь Эдакое Кстати Вот а что Наги купить Как ты думаешь Какой артефакт Надо Задарить Что здесь Наги нужно покупать Естественно Там есть еще Целых 2 слота Так что Вариантов Довольно таки много Можно и бетерфляй Купить Можно все что угодно Покупать На самом деле Любые серьезные Артефакты Которые обычно Собираются на Нагу Окей Ну да Честно говоря Учитывая Троля В принципе Можно и бетерфляй Купить Можно и в плотность Выйти Еще какой-нибудь Артефакт На кпшечку Приобрести Ну с кади Я бы не думал Конечно что здесь Будет с кади Хороший на Нагу Так как Опять же Нага это наверное Единственный герой Который сейчас Очень много вносит Уже и рукой Дэмэджа Нужно еще больше Естественно Там и люди Диффуза может быть Ну можно диффуза Да вот Диффуза Метерфляй Что-то из этой Из этой истории Почему бы и нет Окей Ну хорошо Значит будем Можно и нет Вообще по факту Потому что у тролля 60% мясов И Это может быть Довольно трудно Окей Хорошо Это тоже Возможно Ну в общем Фэтдог там решит Мы думаем Что все-таки Варианты любые хорошие На самом деле Самое главное Что Рошан появляется И появляется он Вместе с Сыром И вот Этот Рошан Будет Весьма важной Персоной Какие-то Несколько минут Игры Потому что Сырые игры Сейчас будут Очень важны Вы видите Что Ехом Ну Ехом Сами понимают И не должны Понимать Что уже не так Они и сильны При атаке Вот прям Лоб в лоб Потому что Там уже ХП появились У противников И Ультимейт Банши В принципе Наносит Да много Дэмэджа Но Могут жить Под этим Ультимейтом Вот несколько Еще минут Назад Они просто Не могли Пережить И вот Не могли Они отыграли 20 тысяч Экспы На минутку Вот это да Это да Ну и И что И Нага Показывает Кто здесь стоит Здесь стоит Рошан И два парня Противника Вот шекер Врываться Эхо слэмов Хорошего И тролля Нам быстро Убить Тролля Пока там Еще не произошло Клаквер Врываться Коги Поставил Нормально Бандшафт Просто все Прожимает Есть Сайлес Там в бэкб Стоит Бритлбэк Витлкали Все Керич Стоит Просто рубит Сех Тролль 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 Выжил каким-то образом Там на хайграунде Тролль Конечно Прожил бэкбэ И просто Отхиливался Больше Наверное Чем по нему Билли Бритлбэк Пытается уйти Глимсонули Его прям обратно И это Минус Четыре героя И также АЕС Для Ехом Байбэков Нету Бритлбэк Мертвый Хорошо Бритлбэк Есть байбэк Но байбэка Нету Акса Байбэка Нету Виспа Это огромнейшие Так Так Проиграли Драку Минески Ворвались Они все Очень прекрасно В эту тролля Нага просто Не успел Зайти Там Клакверк Отрезал Путь И как раз Таки Были герои Которые Не могут Внести Дэмэджу То есть Бритлбэка Там не было Наги Там не было Стоял Дрался Акс Стоял Дрался Висп С шейкером Именно Вот в этой Зоне Не те Не те Персонажи Да Ну вот Видите Все-таки Если у вас есть Команди Дага То надо Какого-то Еще Кэрри Пикать Чтобы Тоже Он мог Просить Дэмэдж Есть Бритлбэк Тот же Самый Довольно Неплохо Бритлбэк Может драться Но Бритлбэка Отрезали И Кухо С Айейсом Да ему По-моему Вообще Уже без разницы Даже если Он потеряет Ничего страшного Не будет Так Глиф Кухо Айейс Сбили А дальше Как продолжать Ну окей Есть Фиссурка И Просто Сейчас Хоть бы Клокверка Надо попробовать Убить Но Клокверка Уходит На своего Дизраптора Акс Прыгает Прожимает Блэдмен Садик Шторм Стоит Бритлбэк Бкб Прожил И в этом Садик Шторме Погибает Акс Но Бритлбэк Говорит Я буду Танковать Танкует Спиной Но Там Стороны Та нет И Не за что Драться Ехом Должны отсюда уходить Если они не хотят Потерять еще нескольких героев Ну в принципе потерять Погоня Ты посмотри На Джонни Джонни нужно сейчас Довольно таки быстро пробить Здесь виспа моментально Стерли Эхэслэм От Овы Но мало 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 урона Муши Зацепили Нага Быстренько наряжает Муши Украл Эхэслэм Дэмажа Внес Довольно таки мало Чтобы себя защитить Но В любом случае Бараки-то сломали Умерли опять Два саппорта Два Так сказать Уже Не столь важный герой Как изначально Так что без разницы Куху живет Куху БКБ полторы тысячи Все это Куху Довольно здорово Это куда Но Честно говоря Вот вы сейчас видите Небольшую проблему У Ехом А у них проблема Ну вот только с одним Они не могут Вовремя уйти Утого же не Который раз Они вот там Задерживаются За чем-то Вот буквально На несколько секунд раньше Уйдите И не потеряли бы В этих двоих саппортов Да Это на самом деле Не важно Что не потеряли саппортов Это уже просто Разменная монета Это как мелочь В кармане У меня как семечки Которые можно выбросить Которых не жалко Которых можно голубей Покормить Но Но ребята Вы же понимаете Что это И противник То не такой Опасный Да Если бы Ехом Там играли С каким-то Вот там С теми же Секретами Да То возможно Смерть двух саппортов Повлекла за собой Какие-то Долгоиграющие Последствия Поэтому Не стоит Вот отдавать И своих саппортов И вообще Отдаваться Когда вы можете Этого не делать Вы могли просто забрать Вы забрали уже Все Зачем драться Уходите Уходите Как-то так 23 на 24 Ну опять То же самое Что и в первой игре У нас получилась Такая ситуация Одна сторона Стыд у Минески Но на этот раз Эта сторона Это топ И Причем топ Прикрыт Т2 тавером То есть Там еще какое-то время Понадобится Чтобы тавер забрать Но хотя не уверен Я что там За него Кто-то будет драться Минески Нага в принципе Выформила уже все Что только могла У нее диффуза Уже второго уровня Осталось только Аквилу заменить Но видимо Надо Наступило то время Когда надо на байбэк Оставлять Так что вот сейчас Нага 400 монет Будет у нее байбэк И из этого Из этого положения Тогда уже будет Что там Фармить дальше Как-то так Кримсон Будет у Бристлбэка На нем Такая функция Собрать его Потому что Баклер у него уже есть А Акс Видимо Будет как-то Бакк об этом Себирать Ну да Неприятный Дизраптор И банша С этими Сайленсами По факту Да Герои Действительно Противные Акс Вот именно В статик шторм Когда он туда залетает Когда он нагрит Двух героев В него вешается Статик шторм И Акс Больше сделать Ничего Не может Не ультануть И дэмэдж Он довольно много Получает И выйти Он обратно Не может То есть Увести за собой Этих персонажей Он Так же У него нет Такой возможности Да Бкб Конечно Вариант Классный Но Вопрос в следующем Это да Это действительно вопрос Это вопрос Соберет ли Он Это Бкб Как-то у нас Вся игра Какими-то такими Паузами Отрывочками Отрывочками Действительно Глава 1 У нас Глава 2 Как-то Вот Ну это Наверное Уже финальная Такая глава К эпилогу Мы уже подошли Осталось Сделать выводы Подвести Какие-то Уже Не промежуточные Уже основные Итоги И Перейти К следующей игре Ну вот Только Какая-то Будет следующая игра Либо это будет Следующая игра В серии Между Минески Или Ехоум Потому что Минески Каким-то чудом Выиграет Либо же Это Будет Другая Абсолютная Игра Это мы С вами пока Еще не знаем Да Преимущество Все-таки Есть у Ехоум Но Оно Было У них И до Этого Они его Теряли Они его Опять Нарастили Они его Опять Получили Ой Ай-яй-яй-яй-яй-яй А вот Это Поворот Это Еще тот Поворот Действительно Очень Ненужный Поворот Для Минески Ну Вот Возвращаясь К тому вопросу Уже Можно Не Собирать Уже Не Нужно Уже Вот На Что-то Другое Вот Аганим Кстати Да Можно Аганим Собрать Аксу Вот Чтобы Не Зря Он Огар Клаб Покупал Но Теперь Главное Увидеть Что У Дизраптора Есть Такая Замечательная Функция Кстати Шторма Отключать И Артефакты Благодаря Благодаря Аганиму Ах Эх Дизраптор Ну Вот Молодец Все-таки Молодец На самом деле Хорошо Когда Саппорты Покупают Вот Такие Крутые Артефакты И Вот Висп Один Прыгнул Сейчас Ну И Висп Конечно Просто По-моему Ну Вот Прям В пропасть Прыгнул Такое Ищение Это Да Там Знаете Мне показалось Что там Нага Сон Прожала И Она Так Его Прожала Ну Да И Вот Это Ну Не Не знаю Нормально Короче Хорошо Сон Прожала Ладно Ну В смысле Этот Сон Ни капли Не помог Потому Что Тролль Был В БКБ И Просто Убил Висп Даже Под Сном Ну Я имею Ввиду Что Сейчас Сон Прожал Это Значит Что Еще Какое Это Время Его Не будет То Можно Не бояться Сна Наги При Атаке На Т3 А Я думаю Что Атака Будет По-любому Слушай А скажи Пока У нас Опять Потому Что Раньше Вообще Стяжка Работала В Слипе Ну Это Да Сейчас Она Не работает В Слипе Поэтому Приходится Действительно Очень сильно Комбинировать То есть Отжимать Вовремя Стягивать Вовремя Раньше Можно Было Просто Как бы Поставили Взяли Слип Всех Стянули В одно Место Стенка Слип Отжимается И там Уже Ну Нага Дезераптор Тоже Самый Очень Хороший Вариант Ну То есть Слип Кинетик Фил Статик Шторм Все Слип Отжимается Всех Убивают Куча Комбинаций На самом Лес Нагой И С Дарксиром Была Одна Из Самых Наилучших Так Сказать Комбинаций Именно Из-за того То Что Можно Было Все Это Делать В Слипе И Стенку Ставить Как бы Да В Слипе И Стягивать Всех Тоже В Слипе Потом Просто Нужно Отжать Одну Кнопку И Герои Практически Умирают Уже Сами Сейчас Такой Возможности Нет То есть Надо Более Быть Квалифицированным Игроком Чтобы Все Это Исполнить Ну Да 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 Конечно Возможно Это Не получится Возможно Кто-то Успеет Проражать БКБ В ненужный Для тебя Момент И Ну Как бы Это В любом Случше Трудно Ахайо Залетел Ребята Не Могут Ку-ку Просто За спиной Врага Уже Находится По-моему Всем без разницы Абсолютно Падают Бараки И Не знают Не знают Нески Что им нужно Делать Да нужно Драться Уже До победного Дизрапт Румер Акс Также Отправляется В таверну Сейчас Я не совсем Понимаю Что делают Что делает Фэтдог Допустим Ну да Он Действительно Как ты сказал Не знает Что идет Шекера А слэви Сейчас Троля Хотя Попробуют Иметь Ну Троля Там Как бы Бэкабэ Сейчас Он еще На разруте Будет Драться Топоры Подключил Просто Фэтдог Он разваливает Его Просто Да В щепке Прям расколол Действительно Эту нагу Шекера Подняли Всех подняли Куча байбэков Все стараются Драться До победного Но это Уже Мега Крипы Вы Без Байбэков И Ихом Осталось Произвести Просто Одну Тут уже Тир 4 Вышки Там Падают Тир 4 Вышки И заходят Мега Крипы Там К сожалению Дрались Как могли Конечно Последнее Сражение Было Не очень Успешно Потому что Просто Отдали То есть Начали Драться После того Как уже Погиб И Тавр И Бараки И здравствуйте Рефреш Рубаньши Ну Прям вообще Катастрофа То есть А тут Уже Голый Трон Тут уже Голый Трон Ахахахаха Ну Что ж Как бы Тогда Еще осталось Играть Ровно Там Не знаю 59 секунд Ну Может быть Там Пару минут Пока Тролль Воскресет И просто Придут Они Продавят Тут уже На самом деле Продавливать Особо И нечего Только Крепость Света Осталось Убить Осталось Совсем Немножечко Банша Пока Вражеском Лицу Просто Стоит Ничего Не делает Заданаял Свой Боттл Забрал Гем Новый Окей Окей Там Еще и Клакверк Пустая Пустая База Огроменнейшая Проблема У Минецки Но Вынуждены Мы констатировать Тот факт Что Тут уже Не вернуться Уже Не вернуться Да Если Смотреть На графике Не такой Уже Большой Привыч Ой Куру Подрезала Банша Вот это Да 2400 А что Было В Курьере А я Не посмотрел 2450 У Наги Нет Аквилы То есть Возможно Это какой-то был Демонейдж Наверное С чем-то С веточкой С какой-то Может быть Там Что-то Там На Бриста Бриста Ио Спасает Сейчас Ио Вернется Далеко От базы Учитывая Что Там Тавара Нет На самом деле Далеко От базы Я хочу тебе сказать Там ни одного Тавара Нет Уже Но Решили Атаковать Окей Глимсует Хорошо Клакверк Ворвался Хукшот Поставил Саленс На Ио Ничего Его конечно Ну Там Эншит Под атаками А Нага Будет пытаться Дизраптор Рубивать Ну Дизраптор Конечно Не железо Тролль Приходит Топоры Включает Просто Опять-таки Рубит Тангу Серьезно Ослэвит Шейкер Шейкер Погибает Там В чешую С Наги Просто Спускается Тролль Варлорд В БКБ В спину И бьет И бьет И бьет И фэндок Ну Он просто Уже бежит Нет Уже не бежит Уже встанет Ну Там Трон Как бы Уже прогорел Там Действительно Прогорел Глиф Да ладно Пытается Сейчас Сражаться До побед Там Действительно Уже Сейчас Глиф Закончится И в любом Случа Это ГГВП Ехом Малайзия Выигрывает 2-0 Сейчас команда Майнсэнити Действительно Гораздо Оказались Ребята Из Малайзии Сильнее Посмотрим Сейчас Мы еще За одной Игрой Ехом Пока что Ребят 2-0 По статистике Ну и все Продолжение следует